Дорогие друзья, здравствуйте! С вами футбольное обозрение и я Евгений Монархович. Сегодня мы в физкультурно-оздоровительном центре Полесья-Арена, где проводят тренировку воспитанники отдела развития молодежного футбола Славей Мозырь. Тренировка, которую посетила наша съемочная группа, проходила в физкультурно-оздоровительном центре Полесья-Арена. И под руководством Юрия Дмитриевича Яркова и Максима Владимировича Литяга футбольное мастерство постигали ребят 2007 и 2008 годов рождения. Воспитанники отдела развития молодежного футбола Славей Мозырь надеемся будущей звезды отечественного, да что там, мирового спорта. Тренировки в этом возрасте требуют не только усидчивости от ребят, но и изобретательности их спортивных наставников. Ибо упражнения должны быть не только полезны, а еще и увлекательны, разнообразны. В общем, творческий процесс в полной мере. Мы проходили различные упражнения в начале, ряд упражнений, ну а потом мы играли в футбол. Артем вратарь. И вот почему именно это оборонительный амплуа выбрал спортсмен 2007 года рождения? Неужели не хочется забивать голым часа в атаку? Ну я не знаю, просто как-то из младших классов сложилось, я на воротах стоял, мне это понравилось. И я решил попробовать на воротах стоять. Наш следующий собеседник тоже вратарь только 2008 года рождения. И не глядя на юные годы, думаем, он уже сейчас мечтает о профессиональной команде футбольного клуба Славия Мозырь. О том, чтобы походить на своих кумиров, сегодняшних звезд полесского спорта. Ну конечно мечта, ну профессиональная команда, конечно хочется сыграть с игроками такими, ну которые умеют очень хорошо играть, чтобы попасть в команду. Мне нравится футболист Михаил Баруновский вратарь. Мне нравится, как он стоит, он подсказывает очень хорошо, я больше всего на него уравняюсь. Футбол манит мальчишек с детства. И влюбившись в эту замечательную игру однажды, они уже и жизнь свою не представляют без любимого футбола. И атмосфера ему присуща. Я начала заниматься со второго класса, мне посоветовали свои друзья, мне очень это понравилось, и я начала заниматься. У Максима еще одного спортсмена 2008 года рождения. Мы спросили про спортивную мечту, ту футбольную высоту, которую этот парень всенепременно должен покорить. Я хочу играть в Славии Мозырь и быть капитаном команды. Ну что же, стремление к профессиональному спорту. Роли лидера похвально, а уж баланс между развитием индивидуальности и коммуникабельностью отрегулируют тренеры, которые в этой команде уважаемы и любимы. Мой тренер Юрий Дмитриевич, он раньше играл за Славию Дуболь, защитником, сейчас тренирует 2007 год и 2008. Он придумывает различные задания, более всего на технику и на координацию. Когда тренер видит в игре то, что у тебя что-то не получается, он подсказывает, и ты пытаешься сделать, как Юрий Дмитриевич сказал. Юрий Дмитриевич Ярков отвечает за команду 2007 года рождения, а Максим Владимирович Летяга за ребят 2008 года рождения. В тренировочной работе имеет смысл оба возраста объединять, что наставники делают. Кстати, в команде 2007 года рождения тренируется Станислав Летяга, младший брат наставника команды 2008 года рождения. Мне заинтересовался футбол. Я с младших классов интересовался, смотрел игры по телевизору. Мне нравится, как 11 человек в команде перебегают и делают разные финты. И меня это очень удивило. Я хотел сам попробовать и стать великим футболистом. Стать великим футболистом Стасик поможет брат, который, наверное, даже дома, в семейном кругу, говорит с Летяга младшим о футболе, его законах и особенностях. Да, мы обсуждаем очень много. Он мне подсказывает, когда я ошибаюсь. И он дает нужные советы о том, как нужно давать передачи и разное другое. И это хорошо, что он футболист, потому что... Ну, это мне наоборот хорошо, потому что в будущем я стану точно таким же. Уже сейчас у каждого футболиста есть свое амплуа, которое мальчишки осваивают, развивают специальные качества, изучая манеру игры. Я играю на позиции левого защитника. Ну, во-первых, для левого защитника нужно быть очень скоростным и знать много финтов. Есть ли у Рената кумиры в футбольном мире, игроки, на которых хотел бы походить? Сегодняшний воспитанник Слави и Мозырь юный, но уже настоящий спортсмен. И, кстати, сколько лет отвозит себе булава на завоевание права играть в главной, дублирующей команде своего родного и, не сомневаемся, любимого клуба. Во-первых, это самый величайший игрок – это Марселло на моей позиции. Ну, он очень технично играет в Реал Мадриде. Ну, в Слави и Мозырь я хочу заиграть в лет 20-18, а в дублирующем составе в 16-17. Ну, что же, возможно, когда-нибудь Рената будут сравнивать с бразильским защитником Марселло. А то и сам булава станет образцом для подражания мальчишек-начинающих. Свою славную футбольную карьеру, кстати, посещают ли ребята матчи чемпионата страны на стадионе юность? Поддерживают ли своих старших коллег по футбольному клубу Слави и Мозырь профессионалов? И мечтают ли воспитанники? А дело молодежного футбола о том, что любимый вид спорта станет для них профессией? Конечно, я хожу на матчи главной команды. Мне нравится, как она играет. Занялся, потому что мне нравится играть в футбол. И я думаю, что я стану футболистом. И уж точно профессиональным футболистом будет наш следующий собеседник, чьи антропометрические данные просто уникальны для мальчика 2008 года рождения. А ведь Саша еще будет расти, прогрессировать. И через несколько лет в профессиональной команде футбольного клуба Слави и Мозырь должен появиться замечательный защитник-ренадер из числа воспитанников клуба, что, согласитесь, немаловажно. Меня привел на футбол папа, что он раньше занимался, но там что-то не получилось со здоровьем и не заиграл. И привел меня и начинал заниматься. Мой первый тренер – Ярков Юрий Митриевич. Я буду хорошо тренироваться и заиграю в сборной. Кроме вышеназных ребят из этой команды стоит отметить Назару Зубовича. Кстати, еще одного футбольного мундеркинда – Никиту Дорошко, Михаила Барановского, Максима Любанца. Да что там говорить – все. Юные футболисты сегодня имеют отличные шансы и возможность для реализации потенциала, развития таланта, как, впрочем, и тренеры. Они недавно стали обладателями лицензии ЦУЕФА – своего рода тренерского диплома, который дает не только право готовить команды того или иного уровня. Знания. Без них в современном футболе, спорте и мире – никуда. Да, я полностью согласен. Нужно учиться обязательно, нужно начинать как бы с самых низов. Я такой, ну, мы с Максимом Владимировичем начали. Сначала получили категорию «Д», сейчас «С» получили. Дальше будем на «Б» проходить собеседование, потом «А». Ну, дай бог, и «Про» может получим. Поэтому, я думаю, это важно для любого тренера. Не сомневаемся, что Юрий Дмитриевич сможет полученные знания применить на практике. И те же юные герои нашей сегодняшней передачи будут еще стремительнее совершать восхождение по нескончаемой лестнице спортивного футбольного совершенствования. Ну, это дети мои и моего товарища, коллеги, так сказать, Максима Владимировича Литяга. Это 2007-2008 год рождения. Тренировка у нас была достаточно сегодня необычная. Мы ее так называем круговая. Там 8 специальных станций технических, которые должны дети выполнять по кругу. Уже в этом возрасте важно многое – эффективно трудиться. Ребята с ранних лет должны чувствовать значение объемных, интенсивных тренировок, самостоятельной работы. Ведь при должном трудолюбии можно достигнуть всего, чего желаешь. Благо, помощь со стороны руководства клуба, внимание к подрастающему поколению Слави и Мозырь – показательное. Да, поддержка чувствуется со стороны руководства. По возможности мы стараемся посещать различные турниры. У нас хорошие условия для тренировок. Инвентарь с этим проблем нет. Детям нравится. Это самое главное для них. Ну и дай бог, что эти дети через пару лет возглавят главную команду. И это будет первая ступенька в большом взрослом футболе. Возглавить, то есть заиграть на лидирующей позиции в профессиональной команде своего клуба вот тот маяк, который освещает путь юным футболистам Слави и Мозырь. Кстати, тренерам их подготовки, обучению уделяется в главной футбольной команде столицы Полесия повышенное внимание. Чего стоят тренерские лицензии, которые, кстати, кроме Яркова и Летяга недавно получили Дмитрий Сергеевич Воробей – лицензия «Б» и Александр Александрович Клименко – лицензия «А». Я хочу выразить огромную благодарность нашему руководству футбольного клуба «Славия Мозырь», что дали нам такую возможность получить лицензию «Ц» и «Д». На этих курсах мы получили очень много полезных знаний, которые сейчас стараемся вносить в нашу работу. Кстати, высшую лицензию «ПРО» в футбольном клубе «Славия Мозырь» имеют наставники главной команды Михаил Алексеевич Мартинович и Роман Иванович Киренкин. А что до дела развития молодежного футбола «Славия Мозырь», то кроме Александра Александровича Клименко лицензию «А» имеет Вячеслав Федорович Шевчик и начальник отдела Вадим Николаевич Стябус. И еще раз подчеркнем, что эти лицензии – неформальность. Они при подготовке к сдаче экзаменов, всего процессы обучения привносят в работу тренера новизну, позволяют лучше узнать футбол, весь педагогический процесс в целом, а потом уже можно передать свои знания подрастающему поколению. Да, те знания, которые мы получили на курсах, они очень применимы, потому что то, что нам рассказали на этих курсах, мы применяем на своей практике. Лицензию «Б» мы надеемся получить через полгода. Точнее не получить, а начать обучаться. Пожелав успехов нашим юным футболистам, отметим подготовку к сезону нашей главной и дублирующей команды футбольного клуба «Славия Мозырь». Резервисты профессиональной дружины играют товарищеские матчи, участвуют в чемпионате Мозырского района по мини-футболу, где они, кстати, досрочно заняли первое место в группе А второй лиги и заслужили права на будущий год играть в элите Полевского мини-футбола. Наша главная команда провела 5 февраля товарищеский матч в Бресте с местным «Динамо» в Манеже и поначалу, имея преимущество в счете за счет гола Гвида Марсела Рата, «Славия Мозырь», пропустив два мяча в Саевроту, уступила со счетом 1-2. Но это пресезонный период, главная задача которого – подготовка к играм, в нашем случае, чемпионата Республики Беларусь. И, кстати, с 10 по 14 февраля наша главная команда примет участие в международном турнире снова в Бресте, где «Славия Мозырь» проводит сбор. Представители столицы Полесья ждут две игры группового этапа с соперниками из «Малориты» фарм-клубом «Брестского Динамо», дали матч с нигерийскими футболистами, затем в соответствии с занятым местом игра за пятое, третье или первое место с кем-либо из представителей другой группы, где выступает команда «Код Дивуара», «Волыни» и хозяева турнира «Динамо Брест». Ну что ж, дорогие друзья, будем ждать первых соревнований 2021 года. И, конечно же, мы не сомневаемся, что у нашей главной команды растет достойная смена. Верим, что через несколько лет костяк профессиональной команды «Славия Мозырь» будет из вот таких воспитанников нашего футбола. Отдела развития молодежного футбола футбольного клуба «Славия Мозырь». И на сегодня это все. С вами был Футбольное обозрение Евгений Монархович и Олег Фискер. До свидания.